всем здравствуйте мы продолжаем шить жилет и уже шестая часть и сегодня мы займемся притачиванием кармана в полочки карманы у нас уже подготовлены боковые швы соединены теперь я совместила вместе две полочки соответственно со спинками сверила всю ли у меня соответствует равны ли боковые швы друг дружке не нужно ли где-то еще что-то осноровить и далее вот эта моя линия талии которую я прометала я еще раз ее заколола булавочками чтобы совместить две стороны и буду от линии талии отступать 7 сантиметров то есть от линии талии вот на 7 сантиметров я отступаю от края борта у меня получается вот 10 с половиной сантиметров это будет место куда я буду прикладывать карманчик по верхнему срезу и вот по краю вот этому не по обработанному он еще обработается туда уберется но пока прикладываю вот так то есть я заколола булавками границы кармана на два слоя чтобы мне перенести на вторую полочку и вот здесь вот уголок бог и вверх я сейчас отрисую чтобы мне уже знать куда потом пришлось второй карман ну теперь отсоединяем вторую половинку то есть у меня одна полочка вот мои отметки и теперь перед тем как приметать наш карманчик в разметочку мы должны его верхнюю сторону припуск заметать чтобы нам потом этого не делать чтобы у нас верхний припуск уже был заметан то есть я вот так вот беру с лицевой стороны подгибаю припуск до строчки то есть вот туда вот так вот вовнутрь подгибаю припуск наполовину на 07 и заметывая на уголках я делаю ну как бы вот такую вот с легкую посадку пока ничего не срезают то есть я вот это срежу уже когда буду соединять то что если сейчас обрезать потом может как бы случайно чего-нибудь не хватить поэтому вот так вот соединяем по всему периметру закругление аккуратненько делаем вот здесь с краю тоже просто вот так пока подгибаем потом мы эти все уголочки вырежем вот так выглядит карман верхний припуск у него заметан на половину нижний припуск вот он еще остался это тот припуск за который мы будем пришивать к полочке и так теперь раскладываем по намеченным точкам так и вот теперь карман нам нужно закрепить так я его закрепила булавочками но булавками не очень хорошая такая закрепка поэтому я его приметаю косыми стежками вот такими прям насквозь таки чтобы он у меня никуда не сдвинулся такими достаточно крупными стежками вот здесь вот у меня получается видите прямо от бокового шва один сантиметр то есть если бы я сначала пришила карман мне пока вышел было бы потом никак не соединить я косыми стежками закрепила сам карман чтобы он никуда не делся и нижнюю часть припуска я тоже примет его кто-то может подумать что мне нечего делать что я все примет его но это совсем не потому что мне нечего делать дело в том что здесь лучше каждую деталь закрепить чтобы пришить один раз потому что пороть это очень нехорошо ткань очень рыхлая лишний раз ее беспокоить не стоит итак посмотрите я закрепила по контуру и теперь я прокладываю по середине припуска то есть вот этот припуск у меня полтора сантиметра и вот посередине припуска я прокладываю строчку по всему периметру кармана делаю закрепку наверху сначала и в конце строчки так вот я приметала два кармана чтобы сверить на одном ли они уровне у полочки получились и только после этого сейчас буду делать вот здесь вот строчку булочки вот так вот отгибаем наметанный припуск и нижнюю часть я буду строчить по центру припуска опускаем углу делаем закрепку строчу нитками в цвет длина стежка 2 миллиметра и вот так придерживаю припуск прокладываю строчку очень аккуратно прокладываем строчку на уголках так как они у меня закругленные вот так останавливаюсь поднимаю лапку и буквально по два стежка передвигаю чтобы получился плавный уголочек следите чтобы игла была всегда внизу когда поворачиваете чтобы строчка не сдвинулась итак заканчиваем по всей длине кармана карманы я пристрочила и обязательно нужно сверить сложить чтобы у нас с изнаночной стороны карманы были на двух половинках одинаковые проверяйте да чтобы они были на одном уровне теперь можно убрать наметку который пришит нижний припуск верхний припуск у нас заметан а нижний припуск мы наполовину пристрочили к полочке и теперь мы должны по я строчке его загнуть вовнутрь накрыть верхним припуском и вот здесь вот соединить ручными стежками и нужно заутюжить нижний припуск вот туда вовнутрь то есть берем утюгом слегка буквально его направляем вот туда вовнутрь со всех сторон и буквально в уголках тоже слегка придаем ему туда форму он даже немного сутюжится и и самое главное вот здесь вот уголок вот смотрите то есть я придала форму нижнему припуску он уже не вылезает и теперь нам понадобятся ножнички собственно говоря и иголки ниткой в цвет вот этот уголок для того чтобы красиво нам обработать я срезаю с этой стороны до строчки внутреннюю часть и с этой стороны уголочек вот так вот срезаю чтобы когда мы загнули вот здесь у нас такой конвертик получился то есть вот загибая уголок получается такой конверт ну а здесь то что пристроченный припуск просто срезаем уголок и теперь закрепляем нитку там узелок закрепляем и соединяем то есть я вот так отгибаю спинку отгибаю туда соединяют два края вот эти два уголка вот так иголочкой заправляю срезы и цепляю у самого почти что у самого шва то есть чтобы сам уголочек срезанный нам заправить вовнутрь то есть вот стараюсь прямо от самой вот там вот строчки подцепить ниточку и здесь подцепляю тоже у самого у самого уголочка вот смотрите все завернулось вовнутрь помогаем иголочка еще туда и вот так вот стараемся подцепить от самой строчки ниточки и с краешком кармана я затягиваю посильнее но тут тоже важно не перетянуть здесь сверху я зашью потом сейчас я пока вот боковой шов то есть я заправляю вот этот заутюжный припуск припуск заметанный вот так отогнула спинку или чтобы она мне не мешала и теперь подцепляю ниточку от нижнего припуска и от верхнего делаю вот так вот простым стежком делаю очень мелко и затягиваю на самом деле шов прячется там внутри вот его там практически не видно но вот такой получается шовчик то есть когда он разглаживается да здесь как бы ничего не видно итак я подошла к уголочку конечно на углу нам нужно слегка подрезать чтобы у нас хорошо улегся припуск но буквально чуть-чуть я срезаю вот этот вот закругленный участок то есть миллиметра 3 срезаю как с нижнего припуска так вот с верхнего рядом с нами . вот так вот эту бахрому немножечко срезаю и точно так же вот так вот все укладываю то есть уже срезанная она там не идет волнами и также все зашиваю меленькими стежочками то есть тяжки даже каким-то узором таким получаются своеобразным передвигаем вот так вот заправляем туда вот уголочек и продолжаем вот смотрите прям вот ровно ровно получается вот закругленная часть очень красиво вот и продолжаем теперь нижнюю часть так я зашила второй уголок вот смотрите все все так же как и на той стороне и подбираюсь вот к этому окончанию также вырезаю уголочки то есть вот отгибаю припуск срезаю уголочек вот так вот конвертиком и теперь продолжаю здесь вот соединяет до самого конца такие стежочки надо делать маленькие маленькие частые час и вот здесь помогаем иголочкой заворачиваем уголки вовнутрь и теперь переходим на этот крайчик до который нужно закончить и здесь тоже все заправляем все ниточки вовнутрь аккуратно для чтобы вот это все туда у нас ушло вот смотрите вот закрылся видите краичек закрылся то есть тут край закрылся и тут край закрылся но вот это место такое очень рыхлая и это же карман нам нужно закрепить чтобы карман быстро не порвался поэтому здесь ну я сейчас обратно еще тоже сделаю несколько стежков до уголка чтобы закрепить еще этот крайчик и когда у меня иголка в самом углу я вывожу иглу на другую сторону и делаю такую закрепку края не насквозь а прихватываю только нижнюю нижнюю часть кармана ну буквально вот миллиметров пять от края делаю такие вот парочку стежков прихватывающих ну вот получается вот такая вот закрепка и теперь с этой стороны нам нужно тоже зашить вот этот уголок и тоже сделать закрепку края и так карман мы пришили осталось только убрать наметочные и вот эту строчку временную которая при их придерживала срез когда мы расслаивали то есть вот эту строчку мы тоже удаляем у нас не должно быть никаких швов снаружи все упаковано внутренними швами ну и вот теперь можно отутюжить наш карманчик аккуратно все наш карман готов как обработать пройму и пришить воротник все это смотрите в следующих видео а если вам понравилось это видео ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал желаю вам творческих успехов до скорых встреч подписывайтесь на мой канал 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 подписывайтесь на мой канал